Здравствуйте! В эфире программа «Тайны советского кино». Наш сегодняшний выпуск мы посвящаем фильму «Неуловимые мстители». Этот боевик про четырёх отважных подростков был невероятно популярным в своё время. Да и сейчас его смотрят с большим удовольствием. Мало кто знает, что актёрам, сыгравшим главной роли, картина не принесла большого счастья. Какие тайны хранит этот фильм? Вы узнаете в нашей программе. Сегодня в программе. Как Сидор Лютый превратился в водителя троллейбуса? И за что актёры Бориса Сичкина посадили в тюрьму? Кем стали «Неуловимые мстители»? И почему режиссёр Эдмон Киасаян вынужден был уехать из Москвы? А также впервые вы узнаете тайну знаменитого прыжка яшки-цыгана со скалы. В 60-м году в прокат вышел знаменитый американский фильм «Великолепная семёрка» об отважных американцах, которые защищают мексиканских крестьян от бандитов. Руководство Мосфильма решило снять свой советский вестерн, где роль злодеев будут играть белогвардейцы. Но картина о «Великолепной четвёрке» появилась на свет далеко не сразу. С момента возникновения идеи прошло два года. Но руководству Мосфильма не понравился ни один предложенный сценарий. Наконец режиссёр Эдмон Киасаян и сценарист Сергей Ермолинский вспомнили о почти забытой повести о гражданской войне «Красные дьяволята». За одну тысячу рублей вдова писателя Павла Бляхина уступила права на экранизацию. «В старых «Красных дьяволят» там был негр, потом ещё китаец был. Он говорит, зачем нам это нужно, негр, китаец? Давайте возьмём цыганов». Эта заявка, наконец, пришлась по вкусу, и фильм разрешили снимать. «Ну что ж, хлопцы, давайте знакомьтесь». На роль Даньки выбрали Виктора Косых. Он часто бывал на Мосфильме вместе с отцом, известным актёром Иваном Косых. К тому же на тот момент Виктор уже успел сняться в кино и был знаком зрителю. «У нас уже был Витя Косых, у нас была уже, этот самый, Валера, гимназист, это его дружок. Он его привёл к нам, и мы его утвердили без всяких проб и без всего». На роль Валерки-гимназиста утвердили приятели Виктора Косых Михаила Метёлкина. «Ты же бросил её, бросил, слышишь? Ты струсил! Валентину Курдюкову, которая сыграла роль ксанки, нашли во Дворце спорта «Крылья советов». «Середка». Её женской роли не хватает женственности. Я не очень люблю таких сорванцов, таких вот мальчиков-девочек. Конечно, хотелось бы, чтобы она была и покрасивее, но она была таким мальчишкой настоящим, четвёртым. Тяжелее всего оказалось найти актёра на роль Яшки. Когда Эдмон Киасаян уже почти потерял надежду, случилось чудо. Актёр нашёлся сам. Я помню, мы сидели грустно, и, значит, то пришёл охранник и говорит, вот вы красные тут деваляты. Мы говорим, да, а в чём дело-то? Да вот в чём-то, какие-то два черномазых пацана, то ли цыгане, то ли ещё кто-то, прошли на студию. Это были два брата цыгана. Старший Вася сразу понравился режиссёру. А я родился тогда в цыганском тавре. Когда мне исполнилось 7 лет, то мои родители ассимилировались, стали вести оседлый образ жизни. Я как серебрячишки пришёл в школу, вот закончил школу и поступил в агротехникум, хотел стать механизатором широкого профиля. Ты, может, сказать, чего хочешь или попросить, а в чём? На роль главного злодея Сидора Лютова поначалу утвердили и Фима Капеляна. Но режиссёр решил, что артист слишком стар. В результате Капеляну досталась роль Бурнаша, а Лютова сыграл молодой актёр Владимир Трещалов. Он попал в фильм случайно абсолютно с баскетбольной площадки Мосфильма, это совершенно точно. По ходу работы между актёром и режиссёром часто вспыхивали ссоры. Однажды после съёмочного дня Владимир Трещалов изрядно выпил и сделал замечание Киасаяну. Ему показалось, что Эдмонд незаслуженно обидел кого-то из подчинённых. Вроде как Киасаян, я не знаю, скорбил, может быть, задел как-то кого-то из обслуживающего. Он там, условно, это осветитель, насколько я знаю, был. Эдмонд Киасаян так разозлился, что решил убрать Трещалова из фильма. Несмотря на протесты автора сценария, персонаж убили. Ссора оказалась настолько серьёзной, что Владимиру Трещалову даже запретили озвучивать своего героя. В фильме «Лютый» говорит голосом Евгения Вестника. Неужто ты думаешь, щусёнок, что у Сидора Лютого душа не болит за каждого сироту-сиротину? И всё же роль предводителя «Бандитской шайки» принесла Трещалову невероятную популярность. Актёра стали часто приглашать на съёмки. Но однажды его карьера оборвалась на долгие годы. Причиной стала, казалось бы, безобидная шутка. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не поют. Вместе с Владимиром Высоцким, лучшим другом Трещалова, они неудачно сострили в адрес начальника актёрского отдела киностудии Адольфа Гуревича. После фразы «Хорошего человека Адольфа мне назовут» путь на МАС-фильм обоим оказался закрыт. Так получилось, что всё, папе перекрыли кислород. Он, конечно, мог сыграть, очень много было бы такой фактурной, на мой взгляд. Просто красиво, интересно. Все, наверное, исторические фильмы. Мне кажется, судьба была бы его играть гораздо больше. Больших ролей ему с тех пор не предлагали. Чтобы прокормить семью, Владимир Трещалов даже устроился работать водителем троллейбуса. Думали, что он что-то репетирует. А на самом деле он зарабатывал там на жизнь. Постепенно Владимир Трещалов начал возвращаться в кино, снимаясь в небольших ролях. Трещалов очень фактурный актёр, очень хороший актёр. Но спился он, спился. Жалко. В 93-м году актёр сделал очередной неожиданный шаг. После 20 лет супружеской жизни он ушёл к другой женщине. Через 5 лет после развода Владимир Трещалов скончался. Страшно переживала, страшно переживала, что мы с ним так мало общались в последнее время. Переживала, но я даже ничего не сказать, да. Я прям даже сейчас вот начинаю говорить, я... Последняя гастроль артиста-солиста императорского театра драмы и комедии. Судьба Бориса Сичкина, который сыграл роль Буба Касторского, тоже круто изменилась после съёмок в фильме. Я Буба Касторский, оригинальный куплетист. Изначально роль куплетиста из Одессы должна была стать ярким, но всего лишь коротким эпизодом в картине. Не пей его, этот артист! Однако Борис Сичкин настолько гармонично смотрелся в этом образе, что режиссёр решил снять дополнительные сцены с его участием и сделать Бубу Касторского одним из главных героев. Я помню Сичкин там в одной сцене, где он говорит, что он будет работать в разведке. Это он придумал. В танце я передаю вам сведения. После выхода картины на экран Борис Сичкин проснулся настоящей звездой. Но вскоре ему пришлось распрощаться со сценой навсегда. По сфабрикованному делу. А меня посадили в тюрьму. Это было в 73-м году. Якобы, что я получал за концерты больше денег, чем мне полагается. Следствию велось 7 лет. Сичкин остался без работы. Ему не разрешали выступать с песнями и перестали предлагать новые роли в кино. В конце концов, в 79-м году он вместе с семьей эмигрировал в США. Один чемодан на троих 40 долларов едем без языка в Нью-Йорк и никого знакомых нету. Нам никто помочь не мог. Так я спрашиваю, я эмигрировал? Нет. Да от немцев так не бежали. Так я бежал от этих, от той власти. Получить физу и выехать за границу ему помогла самая главная в его жизни роль. Мне как раз очень повезло, что я сыграл роль Бубы Косторского. Дело все в том, что водили все начать создают меня, как Бубу Косторского, но никто не знает Бориса Сичкина. Когда меня подписывали о моем отъезде, кто думает, какой-то Борис Сичкин, а Буба здесь. Почти 25 лет Борис Сичкин с семьей прожил в США. В 2002 году знаменитый куплетист умер. А умер он очень странно. Пришел домой, сел на диван и все, и умер. По нашим данным, в Нью-Йорке до сих пор живут родственники Бориса Сичкина, сын Эмильян Сичкин и жена Галина Рыбак. Попытки связаться с семьей артиста не увенчались успехом. В ответ мы слышали только автоответчик. Премьера фильма состоялась 29 апреля 1967 года и имела оглушительный успех. Все были влюблены в них. Я помню, в школе все время обсуждали их. Завидовали этой ксанке, что она была в окружении таких шикарных парней. Представляете, какая популярность была среди молодежи у них. Невероятная совершенно. Герои. Всего за пару месяцев проката фильм «Неуловимые мстители» полностью окупил затраты. И Мосфильм решил снимать продолжение. Работа над новыми приключениями «Неуловимых» второго фильма-трилогии началась со скандала. Режиссер Эдмон Киасаян отказался от услуг старого сценариста и пригласил нового. Съемки второй серии проходили в Ялте. Именно туда отправились наши журналисты в поисках интересной информации. Им удалось раскопать любопытные факты о фильме, которые 45 лет хранились в тайне. Эта огромная скала называется Дива. Именно с нее, с 40-метровой высоты, в фильме прыгал Яшка-цыган. На протяжении 45 лет актер не устает рассказывать о своем подвиге. В этом эпизоде я снимался сам. Снимали с трех камер сразу. Снимался я один раз. Внизу, естественно, в воде меня ждали водолазы. Вы прыгали с вас? Да, прыгал сам. В процессе работы над программой мы отыскали любопытную информацию. Я вам это рассказываю тайно. Потому что все говорили, вот он как прыгал здорово, с такой высоты. Он даже сказал, я уеду, если вы заставите меня прыгать. По слухам, когда цыган отказался прыгать в воду, среди местных жителей бросили клич. Исполнить знаменитый прыжок вызвался житель Семеиза Анатолий Гаевой. До сегодняшнего дня о нем не было никакой информации. Жив ли этот человек? В поселке Семеиз мы нашли Валерия Кондратьева. Как выяснилось, он был близким другом Анатолия Гаевого. Росли вместе с раннего детства. Он старше меня. Теперь, можно сказать, незначительно. Тогда было значительно. Я с 45-го года рождения. Вот в этом доме родился я. Он с 38-го. Валерий Иванович до сих пор бережно хранит фотографии Анатолия. На телеэкране они показываются впервые. Жил Гаевой по соседству. Вот его дом. Сейчас здесь живет его двоюродная сестра Татьяна Матвеева. Всем рассказываю. Это мой брат. 19 июня 1972 года Анатолий должен был уехать в Ригу. К будущей жене на постоянное место жительства. В последний день перед отъездом, 18 июня, Гаевой пошел попрощаться с любимой скалой Дивой. Это был его последний прыжок в жизни. Уклон-то. Вы видите, какой толчок надо сделать, чтобы все это перелететь. И у скалы вот в этой трещине войти в воду. Скорее всего, он ударился в уступ, который выше, там, метра два от воды, вот этот уступ такой большой. Так я думаю, что в этот уступ не перелетел. Когда через несколько минут после прыжка Гаевой не выплыл, очевидцы забили тревогу. Мертвое тело со дна Черного моря удалось достать только с помощью водолазов. Поднял его, увидел, что череп у него был разбит. И мозг, говорит, даже вышел. Ну, все. Пробуксировал его к тому месту, где можно было с носилками подойти. И забрали. Прошло 40 лет со дня гибели Анатолия Гаевого. Его друзья до сих пор не могут понять, зачем актер Василий Васильев присваивает себе чужую славу. Меня ужасно возмутило тот момент, когда я читаю в газете, уже не помню название, когда вот этот артист Яшка Цыган пишет, что ему ничего не стоило лично прыгнуть из холодивы с 25 метров высоты. Я все-таки восточный, мудрый человек. В итоге лотонка. Я полпути, можно сказать, я не в раскрытом виде прыгнул. А я как бы вот стульчиком прыгнул, понимаете, в собранном виде. И потом только раскрылся, где-то на половину прыжка. На половине прыжка я раскрылся. Ялту поистине можно назвать главным героем второй части фильма. Сергей Силкин, сын директора Ялтинской массовки Тамары Жемчуговой, с первого дня присутствовал на съемочной площадке. Сегодня, прогуливаясь по родным улицам, Сергей вспоминает, как снимали одну из самых сложных трюковых сцен фильма. Окружить дом! Организовать погубь! Именно в тот момент у него появилась мечта – стать актером и каскадером. Стоял, руки его были на веревках, да, с двух сторон, притянуты вот за окна. То есть каждая рука в окно входила, и за запястье были веревки притянуты, и люди держали, стояли в комнате, ну, страховка как-то была. Это правда, что актеры многие трюки исполняли без дублеров. Однако режиссер их жизнью все-таки не рисковал. Привреть маленько, как полагается. Красиво не соврать, истории не рассказать. Конечно, многие говорят, вот, они все трюки делали сами, ничего подобного. Никогда ни один режиссер, ну, мало-мальски, дорожащий своей картиной, или же не поставит основного героя под удар, что называется, не сделает из него пушечное мясо, что он будет потом делать. Эти все три фильма, особенно первые два, они же трюковые. Там такие трюки, такие снимают, иконные все эти сцены. Все, очень-очень много. Такие сложные были съемки, пожалуй, у меня такой сложной, по трюкам картины больше не было. А это знаменитая площадь, на которой происходили основные события фильма. Сейчас подъезд к кабинету Худасова трудно узнать из-за многочисленных рекламных логотипов и современной пристройки. Вот это место, как бы, вот, можно обозначить, здесь было, да, вот здесь Данька находился, да, здесь чистил обувь, вот, сюда же, да, Буба подходил. Ну, эту сцену немножко по кадру иногда переставляли, но, в принципе, вот это все происходило вот в этом месте, вот здесь вот. Сцену гибели Буба Косторского из-за шторма не удалось снять полностью. По сценарию, он должен был умереть на руках у Мстителей. Это натолкнуло режиссера на мысль воскресить куплетиста в третьей части. Однако этой задумке не суждено было сбыться. Очень скоро вы узнаете, почему. Спроси, ты имеешь счастье? И я отвечу, что бы, да, так нет. Говорят, что продолжение всегда хуже первой серии. Однако фильм «Новые приключения неуловимых» – это исключение из правил. В сравнении с первой картиной, вторая серия получилась даже более зрелищной и успешной. Но сфинк поспешил заказать режиссеру еще одну серию. На этот раз «Мстители» должны были охотиться за короной Российской империи, похищенной белогвардейцами из Эрмитажа. Казалось бы, сюжет выигрышный, однако все было не так просто. Третий фильм я не снимал, корона Российской. Очень был плохой сценарий. И потом я разошелся в кое-что каких делах с Кеосаяном. В общем, мы расстались. Богу Касторского, которого так ждали зрители, режиссер не воскресил. Он обижен был, когда третья серия его не стала. Знаете что, я говорю, убили его, уже нельзя было вообще его оживить. Как вспоминает Лаура Кеосаян, у ее мужа появилось много завистников. И все потому, что благодаря успеху первых двух фильмов, гонорары Эдмонда Кеосаяна значительно выросли. Картина еще не шла на экране. В советском экране уже была худшая картина года. Картина не шла на экране. Там были, да, рубрика, где лучшая картина, худшая картина. Это была худшая картина года. Премьера состоялась 13 декабря 1971 года. Как и ожидалось, критики разгромили картину в пух и прах. Понятно, что уже из этой истории мальчики выросли уже. И они были уже не такими обаятными. Потому что это, конечно, очень... Когда снимают детей в главных ролях, они же быстро развиваются. Одно дело, когда им 15 лет, а другое дело, когда им 20. Уже все, уже другое. И они теряют обаяние. Судьбы исполнителей главных ролей сложились по-разному. Валентина Курдюкова в кино больше не снималась. Она вышла замуж за цыганского певца Бориса Сандуленко. У них родился сын. Через 18 лет после свадьбы в семье случилось горе. Единственное несчастье, почему Валя, в общем-то, сидит дома. У них почему-то 18 лет. У них был еще старший сын. Умер сын дома. Сын не пил, не курил. Занимался карате. И вдруг однажды слег. В 87-м году Валентина родила дочь. С тех пор Курдюкова домохозяйка. И все свое время посвящает семье. Встречаться с журналистами она наотрез отказалась. Мы пошли на хитрость и попросили Василия Васильева позвонить ей по громкой связи. Алло, Валя, это Василий. Тут приехали ребята, ТВЦ, съемочная группа. Ну, я вот сейчас, как бы, они сняли меня, но хотят вот для полноты, как бы, общей картины. Вот неплохо бы, говорят, чтобы Миша и Варя, чтобы приняли участие. Вася, я знаю, говорю, но, честно говоря, мне это все не надо. Я понял, понял. Такого ответа не ожидал даже Яшка Цыган. Василий Васильев после съемок в трилогии некоторое время работал в театре ромэн. Я быстро бегу, а поле быстрее. Я являюсь автором, композитором, исполнителем авторских песен. И вот уже 45 лет знаменитые песни из фильма на стихи Роберта Рождественского являются его визитной карточкой. Спряча за решетку, ты в воленую волю, Выкраду вместе с решеткой. Михаил Метелкин, как и Валентина Курдюкова, отказался от интервью. После съемок в фильме «Неуловимые мстители» он некоторое время работал режиссером короткометражных фильмов и рекламных роликов. Но в начале 90-х ушел из кино. Поговаривают, что Метелкин стал сильно выпивать. С женой он разошелся. И когда она приходила, он в таком непотребном виде, она с ним просто развелась. И Миша там какое-то время жил один. Потом он женился второй раз. Виктор Косых единственный из всей знаменитой четверки продолжал сниматься. Правда, в основном в эпизодических ролях. К концу жизни Виктор оказался невостребованным. Он страдал латентно, то есть скрыто. Он уходил немножечко в пьянку. Но он же не был пьяницей. Он немножко выпивал. 22 декабря 2011 года Станиславу позвонила жена актера Елена и сообщила, что Виктор умер от инсульта. Я так и не понял. Ведь я говорю, что случилось? Да он, понимаешь, вот там лежал, все это. И вот таблетки какие-то, все. Какие таблетки? Он ничем не болел вообще. Режиссер Эдмонд Киосаян после провала фильма «Корона Российской империи» надолго уехал в Армению. В Москву он вернулся лишь в начале 80-х. И над степью зловещий ворон пусть не кружит. «Неуловимые мстители» – мой любимый фильм. Я люблю его за опасные трюки, за интересный сюжет и, конечно, яркие фразы. А казачок-то засланный? Или «А вдоль дороги мертвые с косами стоят» и тишина. Вы смотрели программу «Тайны советского кино». Главные загадки ждут еще впереди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова